здравствуйте дорогие друзья вы на канале wincondition и с вами мистер скеф сегодня мы рассмотрим 4 challenger деки 2020 которые официально выйдут 3 апреля и если вы не успели поиграть чем-то интересным раньше собрать старую мету то сейчас самое время ведь на wincondition.ru уже начался предзаказ и да вы всегда там можете заказать нужные вам карты различные наборы недавно заказал там свои картонки в командира и сейчас жду не дождусь своей посылочки в общем лучший сайт с доступными ценами отличными статьями и лучшим комьюнити ну и давайте уже перейдем к нашим колодам и как вы видите первой на обзор будет колода под кодовым названием flash of ferocity очень душная колода выбесивший свое время многих симик flash многие до сих пор играют подобными дечками и побеждают на турнирах никуда подобные контроли не денутся и будут еще долго нервировать своих оппонентов но что же можем мы сказать конкретно об этой деке суть ее сохранилась стараемся все играть вход оппонента качаем за это наших существ и контролируем чтобы на столе у противника ничего не было многие ненавидят эту колоду и могут очень болезненно реагировать играя с вами особенно когда вы покажете оппоненту свою очередную отмену и переходя к обзору колоды с отменами тут как раз проблема 4 сдерживания в мене не очень хороши в данной деке так как оппонент может просто доплатить ману ну а вот зловещую диверсию почему-то положили как раз в двух экземплярах и в данной дечке таких отмен желателен комплект так как вы можете контролировать свой дек а в дан топ дек а в данной колоде топ дек может очень подвести ну и пару негейтов я бы тоже добавил в мэйн если финансы позволяют можно добавить двух наглых лоришек ну и самая большая проблема это конечно же мана база желательно иметь в этой колоде четыре храма таинств четыре нерестовых лужи и как минимум два сказочных прохода в целом колода до сих пор играет неплохо и может наказать даже в рейтинге даже в таком составе но земли земли очень часто подводят землями нужно будет что-то придумать радует наличие сказочного прохода и наглого воришки эти карты еще долго будут играть и часто встречаться в мете да и в принципе ротации еще не так скоро времени наиграться хватит плюс много карт потом можно будет адаптировать в пионер а пионер как вы должны уже знать один из самых главных нынче форматов у wizard of the cost из представленных четырех дек в сравнении с остальными данная дочка будет хорошо конкурировать если нравятся отмены ненавидящие вас оппонент и игра в его ход это колода для вас пишите в комментариях кто играл подобными дечками часто ли вас ненавидели в клубе и какую дечку вы бы хотели в конце видео я вам расскажу как какую-то из этих колод можно будет выиграть ну и не забывайте что предзаказать вы можете все это дело на сайте wincondition.ru ну а мы плавно переходим к следующей деке которая тоже успела потрепать многим нервам и снова монорет кодовое название кавалькады charge ну а с кавалькадой на мой взгляд дела обстоят лучше всех до колода все также боится ревов корнариума или ритуалов сажи но она быстро успевает настрелять в лицо и к четвертому ходу может окончательно уничтожить оппонента проблем с землями здесь нет это моно колода из дорогих карт эндбер клифф чандры и паровики паровиков нынче купить очень тяжело да и всегда было непросто очень популярная карта благодаря монорету купив данную колоду у вас открывается два пути довести за копейки до ума кавалькаду и здесь имбер клифф особо не нужен либо сделать монорет по нынешней мете во втором случае нужно будет выкидывать чандр покупатель берк ли вы а это нынче не дешево но превратит вашу колоду в пушку бомбу и нифига незамедленного действия а реально колоду быстро ломающую головы оппонентов в нынешних реалиях в оба варианта деки требуется добавить анаксов это лучшая опция в монорет и от нее не стоит ни в коем случае отказываться гореть седалища оппонента будет в обоих случаях нравится эти седалища поджигать нравится побеждать на 3 тире 5 ходы ищите что-то для новичка эта колода для вас и никогда не забывайте вашу главную цель все должно лететь в лицо напоминаю что все дочки я не переделывал а собрал и играл имя варенки именно в таком виде как они представлены в челленджер деки и в этом видео делюсь своим мнением о играбельности и своем представлении о том что здесь можно было бы поменять и сейчас мы поговорим о следующей деки под названием final adventure если например играть моноретом в рейтинге очень легко флэшом в зависимости от земель то приключения у меня вызвали смешанные чувства данная колода наполовину сделано через приключения а наполовину через рыцарей и иногда их переплетение ничего толкового не дает сделать и это иногда вгоняет ступор тем не менее колоды играет и даже может побеждать в рейтинге аренки но сразу же нужно отметить земли тут все также печально как и в симик флаше один сказочный проход и два храма этого недостаточно для комфортной игры желательно 4 шокланда и 4 храма плюс хотя бы два прохода о землях все ну а в остальном нужно определиться либо полностью уйти в приключения либо доработать рыцарей и 2 проще в реализации из не рыцарей оставить нужно только трактирщиков добавить двух смертоносных всадниц и двух полуночных жрецов влюбленных чудовищ отправить в сайдборд в раска здесь ну постольку поскольку в целом можно играть и этой колоды но как и в симик флэше все зависит от топ дека короче как карта ляжет ну и что тут можно отметить нравятся рыцари нравятся приключения это колода для вас в общем каждая колода из этого челленджер дека по-своему хороша ну и давно не было анекдотов а сегодня я как раз случайно наткнулся на один интересный анекдот и как раз про мтг идет похоронная процессия все со скорбными лицами один из сопровождающих говорит соседу а вот если бы он кенрита под огнями без уплаты мана стоимости вывел совсем было бы классно сосед отвечает ничего и так хорошо получилось и как вы поняли осталась одна дочка йоты я и ждал ее заказал мои любимые огни а light файерс это трехцветка и конечно же тут проблемы с землями нужно 12 шок ландов 12 храмов у нас здесь положили 4 межмировых маяка и искусство всего одну карту паровые отдушины я не буду переделывать эту колоду в современные огни с всадниками а буду как раз играть на плейнс волкерах и первым делом я положу в сайт колю болоса и еще одного кенрита уберу сахилия и космин из майна добавлю больших чандр также стоит добавить двух фей желаний чтобы таскать карты с сайт борда в общем чтобы довести до ума эту колоду нужно больше всего вложений но итог вы получите очень вкусный незабываемую интересную игру данная колода может играть в таком виде ей легко из-за огней как только они выходят уже не так страшно какая земля в руке и на столе суперская колода во всех смыслах самое интересное но еще раз повторюсь требует больше всего вложений почти на каждую подобную колоду я уже делал обзор и в описании под видео оставлю ссылки на них ну и внимание конкурс вы можете выиграть такую дечку а как это сделать вся информация в описании под видео такой вот обзор получился как вам ставьте лайки подписывайтесь на канал и помните я лучший вы лучшие мы лучшие с вами был мистер скев до скорых встреч